Во Владивостоке на территории высотного здания прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему «Дальневосточная вертикаль-2022» среди газодымозащитников. Принимают участие 7 команд, 114 человек участников, которые приехали из своих пожарных и спасательных подразделений принять участие в данном мероприятии. В связи с развитием городских агломераций, а именно появление высотных домов, превышающих 25 этажей, это идут нестандартные приемы ведения боевых действий. Ведение боевых действий по тушению пожаров и спасению людей. На данном соревновании спортсмены, а точнее участники, показывают свою физическую выносливость, показывают себя, чувствуют азарт, побеждают сильнейшие. В экипировке сотрудники МЧС России соревновались в подъеме по лестничному маршу с максимально возможной скоростью на 41 этаж здания. Стоит отметить, что все упражнения выполнялись без средств связи и освещения. В личном зачете первое и второе места заняли представители команды Республики Бурятия, а третье место представитель команды Приморского края Павел Романов. Самое тяжелое, где-то после 35 этажа начинается. Когда надо уже добавить, уже все, финиш скоро, там и тяжело. Ноги наливаются, ноги тяжелые, бежишь, терпишь. И не смотришь никуда, просто вниз на ступеньки и вверх, вверх, вверх. Целями дальневосточной вертикали стали повышение готовности подразделений к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в высотных зданиях, уровня мастерства газодымозащитников, психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому площадкой для проведения соревнований уже второй год подряд служит самое высокое здание Дальнего Востока. Также состязания являются рекордными для аналогичных соревнований в России. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.